Доброе утро, Пермь! Приветствуем всех на канале РБК Пермь, здесь коктейль Молотова. Привет-привет, меня зовут Света Шестаковрина, сегодня со мной рядом. Здравствуй! Привет, привет! Я прекрасно доехал сегодня. Ты смотри, погода какая сегодня. Чудесная погода. Два дня уже можно загорать. Все, я думаю, вообще на пляж махну сегодня. Как вовремя, ведь открыли все-таки пляжный сезон. Мне кажется, как раз пора все-таки. Там спасатели сидят на бережку. Красивые? Красивые, конечно, спасатели. Они кастинг проходят по красоте, прежде всего. Надо же как-то привлекать народ на пляжи пермские. Раз холодно было, да? Они сидели там мерзли тихонечко, но все туда все равно, да, мы ходили одиноко. Конечно, да. Надел там меховой купальник и пошел все нормально. Да, действительно, друзья, сегодня обещают нам очень хорошую теплую погоду, до 21 градуса тепла. По некоторым данным, возможно, гроза где-то прогремит, но это все-таки летние пустяки, радости от присутствия большого количества солнца в нашем городе. Все-таки больше, да, ведь? Да. На часах у нас 7.01, а это значит, что на телеканале РБК Перим, передачи «Коктейль Молота». Мы всех очень-очень рады видеть. Сегодня что у нас будет? Сегодня мы, конечно, полистаем вместе с вами ленту. Также мы сегодня поговорим с гостем, да, поговорим с гостем. К нам сегодня пришла Дарья Кубарикова, это представительница клуба «Мотожен» и «Мотоневест». Позже расскажем, что это такое и как это вообще возможно. Также, что мы еще... Новости самые главные интересные со всего мира из Перми и Пермского края для вас. Ну и все, у нас еще третий ведущий. Интерактивчик, да, и, конечно, промо-ботик, может быть, сюда забежит на пару минуточек. С ним тоже поболтаем. Ну, с чего начнем? С каких-нибудь положительных новостей? Ну, в первую очередь же сегодня играет сборная России. Сегодня сборная, ух, мы сегодня с Египтом. Да, очень хорошо. Египетская сила. За все. Вот за то, что они в All-Inclusive нам полотенца не давали просто так выносить. За то, что тапки не дают вытаскивать. За то, что в мини-баре они нам не доливают. Заставляют платить за маленькие вот эти бутылочки. Все, за все отомстим, да. Что, вчера, говорят, репетиция какая-то, нападение было на футболистов? Да, слушай, вчера мошки, мошки, это важная новость, это очень важно, одна из самых важных новостей. Мошки атаковали англичан и тунисцев в Волгограде. И я думаю, что это не случайно. Я думаю, что это была репетиция. Сегодня мошки будут атаковать только египтян. А, ну да. Да, это специальная разработка. Все думали, куда ушли все деньги на нанотехнологии, а вот они. Сейчас они тебе поверят и подумают, что виноваты во всем мошки. Ну. Вот возьмут и поверят. Это же на мишу. 12-й игрок, 12-й игрок. Да нет, конечно, конечно. Вот, ну они реально атаковали, то есть там бегали, там у них очень много вокруг них мошек летало. Это им очень мешало и, возможно, поэтому тунисцы так и будут отмазываться, почему проиграли. Биологическое оружие, да? Да. Не, ну мы, конечно, будем болеть за наших. Мы, конечно, будем желать победы всем нашим игрокам. Всем нашим и каждым. Да. Еще новость есть, связанная с футболом. Швейцарские болельщики сняли гостиницу не в том Ростове. В смысле не в том Ростове? Ну, они... Несколько Ростов. Да, есть Ростов Великий. Ага. А матчи проходят в Ростове-на-Дону. И каково было удивление, когда они приехали, а у них, оказывается, нет гостиницы. Я боюсь, что они еще не знают, что в Перми есть Крым. Ага, да. И некоторые, возможно, ездят к нам в Крым. И загорают на наших пляжах. Да, знаменитых. И было бы хорошо. Ой, смотри, подкатился наш... Подкат. Наш друг. Да, совершил подкат. Что ты? Вчера я случайно зашел на женские форумы и много узнал оттуда. Поэтому всем приветики. Чуваки, чуваки. О, смотри, начитанный. Приехал. Ну, слушай, привет, да, промо-бот. Как всегда, наверное, тебе нужно ответить на наш вчерашний вопрос. И что для тебя идеальное утро? Для меня идеальное утро – это когда я встаю и умлюсь чистейшим электролитом. Чищу платы и ставлю себе обновления. Ой, смотри, кто-то в отличном настроении. Я смотрю, это сегодня прямо у тебя прекрасное настроение, да? Было отлично и пока не увидел вас, людишек. Хамло. Какой-то... Вроде бы с сердечками пришел такой довольный, что укатывается. Все, уплыл. Да, ну мы обязательно сегодня зададим свежий вопрос для всех наших телезрителей. И почитаем еще самые интересные ответы на вопрос, который мы задавали вам вчера. Много-много ответов, Ренат, на самом деле. Да? Да, очень, почитаем. Ну, сейчас давайте наши журналисты, корреспонденты канала РБК Перми расскажут о самых важных и значимых событиях в Перми и не только. Утренние новости на РБК в студию Рустам Багезов. Здравствуйте. Блумберг рассказал о новых возможных параметрах сделки ОПЕК+. Несмотря на заявление Ирана о планах наложить вето на предложение об увеличении текущих квот, остальные участники соглашения допускают возможность смягчения условий и, соответственно, увеличения добычи нефти. Согласно обсуждаемому проекту, ОПЕК+, как рассказали собеседники агентства, ближайшие несколько месяцев может увеличить добычу нефти в пределах от 300 до 600 тысяч баррелей в сутки. 16 июня намерение предложить ОПЕК+, временно поднять нефть добычу на 1,5 миллиона баррелей в сутки, выразил глава российского Минэнерго Александр Новак. Подобную инициативу Москва, по его словам, собирается выдвинуть вместе с Риадом. Причиной назывался растущий спрос в третьем квартале года и что как раз на это время необходимо увеличить добычу. Иран, Ирак и Венесуэла заявили, что собираются наложить вето на предложение России и Саудовской Аравии. Несмотря на это, остальные страны, члены соглашений и не входящие в договор государства, как отмечают источники Блумберг, настроены оптимистично относительно возможного смягчения квот. Однако на меньший объем, чем планируют Россия и Саудовская Аравия. Вопросы о возможном смягчении квоты в рамках ОПЕК+, стороны обсудят на встрече в Вене 22 июня. Пока ситуация привела к падению цен на нефть, аналитики отмечают, что такое давление может продлиться всю неделю. Это также выступает основным негативом для рубля, нивелируя плюсы налогового периода. Президент Владимир Путин не принимает участия в обсуждении пенсионной реформы. Об этом заявил журналистом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Также он отметил, что после внесения законопроекта в Госдуму инициативу рассмотрят эксперты Нижней палаты парламента. Президент в этом обсуждении не задействован. На вопрос, сможет ли Путин внести поправки осенью, Песков ответил, что президент хоть и получает информацию в ходе обсуждений, но ни он, ни его администрация не являются участниками экспертной группы. Кроме того, Песков отмечал, что обещание главы государства не повышать пенсионный возраст в рамках своего президентства, который тот давал во время прямой линии в 2005 году, уже не соответствует произошедшим в мире с тех пор изменениям. Кабмин предлагает реализовывать реформу поэтапно в течение последующих 15 лет. Срок выхода мужчин на пенсию повысится до 65 лет, женщин до 63. Законопроект примут уже в сентябре этого года. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Профсоюзы тем временем предложили уменьшить планку выхода на пенсию для женщин до 60 лет. Эксперты выступили против реформы в ее действующем виде. Поддержали мнение также профсоюзы и врачи и учителей. Они предостерегают, что изменение существующего стажа для учителей может привести к еще более существенному дефициту кадров в образовании, а работники могут выйти на забастовку. Врачи же говорят, что повышение пенсионного возраста может оказаться на качестве работы. Действовать в профсоюзах намерены уже после решения Госдумы, а также президента. Документ должен пройти еще несколько этапов. Ну и напомним, озвученный законопроект, по словам главы правительства, должен привести к ежегодному росту пенсии на 1000 рублей. В 2030-м по оценке Минфина средняя пенсия в стране достигнет отметки в 20 тысяч рублей, в следующем году 12 тысяч. А петицию против реформы, кстати, за первые трое суток подписали порядка полутора миллионов человек. Цены на бензин на некоторых АЗС в последнее время начали снижаться. Такую тенденцию зафиксировали в Московской топливной ассоциации. В начало прошлой недели литр бензина сбросил 5 копеек, отмечают в ассоциации. Такая заморозка связана с договоренностями между нефтяниками и правительством. Компании пошли на сдерживание цен после решения по снижению налогов. Тем не менее, затишье, как им бы оно не было долгим, все равно рано или поздно закончится, говорят в Российском топливном союзе. В 2024 году отменят экспортные пошлины и дефицит бензина в стране добавит литру бензина. Еще 10-15 рублей, уверены аналитики Союза. Компания Google инвестирует 550 миллионов долларов в китайский интернет-магазин JD.com. Конкурентом маркетплейса AliExpress об этом сообщает агентство Reuters. По оценкам экспертов, компании инвестиции помогут расширить партнерские отношения, включая продвижение товаров в JD в торговом сервисе Google. Поддержка также поможет интернет-магазину выйти за рамки рынка Юго-Восточной Азии и Китая и увеличить свое присутствие на европейском и американском рынках, считают в Google. Добавим, среди россиян JD является второй по популярности площадкой с китайскими товарами, согласно данным Mediascope. JD.com – это классический интернет-магазин с собственными складами и товарными запасами, не маркетплейс наподобие AliExpress. Это все новости к этому часу. Спасибо, что выбираете РБК. До встречи. Друзья мои, всем хорошего настроения и доброго утра. Продолжается коктейль Молтова на канале РБК Перми. И у нас уже время встречать гостя. Дарья, пожалуй, поговорим сегодня о громком чем-то. И я говорю сейчас не о болельщиках, которые кричат где-нибудь на стадионах, на фан-зонах, а о мотоциклистах, а конкретно о женах мотоциклистов и невестах, если они еще есть. Дарья Кубарикова, участница организации «Русские мотоциклисты» у нас сегодня в студии. И Ренат пошел встречать. Да, и не русские, и не мотоциклисты пошел встречать русских мотоциклистов. Даш, расскажи, пожалуйста, вот у вас есть мото-жены, мото-невесты. Мото-невесты есть, ты говорила, что? Ну, они есть в перспективе, в будущем, да. То есть пока они просто ходят, гуляют. Нет, они ездят вместе с нами, просто они пока еще не в статусе жен. Они невесты? Просто невесты? Или просто девушки? Просто девушки. А, то есть можно, в принципе, не обязательно быть мото-женой или мото-невестой, чтобы прийти к вам в клуб? Мото-девушкой можно быть, да? Ну, девушкой, да, это обязательное требование, конечно. Смотрите, это очень интересно. То есть мы вторые номера наших мужей. Мы всегда с ними ездим и катаемся. И не обязательно это мужья, это могут быть наши молодые люди. Поэтому главное, чтобы твой молодой человек или твой муж был... Главное, чтобы муж про твоего молодого человека не знал, да, и наоборот. Нет, нет, все друг друга знают, все все понимают. Нет, главное, чтобы он состоял тоже с нами в клубе, и у него был мотоцикл, естественно, он ездил. Слушай, а есть просто вот, которые мужья не состоят, а жена пришла, говорю, хочу, не могу быть мото-женой? Конечно. Мото-женой, а она водит при этом или она хочет просто кататься? Она водит. Ну, есть, которые муж не водит, а жена прям... Безусловно, у нас есть и девушки, которые самостоятельно водят мотоциклы, есть те, кто только учится, есть те, кто планирует сдавать на права, то есть как бы... А есть, кто просто смотрит, вот, приходит к вам, тусует с вами и на автобусе домой? Нет, нет. То есть у вас организация для тех, кто вообще любит мотоциклы, не обязательно уметь кататься, как я поняла, девушкам? Конечно, нет, конечно, не обязательно. Ты такая красивая, главное, чтобы были длинные белые волосы, там, не знаю, много подписчиков в Инстаграме, и тогда ты будешь своя в этой компании, да? Это главные критерии? Нет, это не главные критерии. Главные критерии – это любить мотоциклы и... И мужа. Так а если мужа, то что делать-то? Нет, главное – это любить мотоциклы и хотеть окунуться в эту культуру, в нашу мотокультуру. И в чем ваша культура заключается? Очень громко шуметь по ночам? Мы не шумим по ночам, мы вообще очень соблюдающие правила мотоциклисты. Мы всегда ездим экипированные, всегда по правилам, всегда трезвые, только во время, которое разрешено для того, чтобы ездить по улицам. Слушай, давай по чесноку сейчас, по чесноку. Между рядами ты приезжала в пробки хоть раз? Нет. Ага. Очень хитрое лицо сейчас было, я видела этот женский взгляд. Нет. Нет, это была моя полоса. Вот это все, это для меня. На самом деле, сколько дашь ты уже за рулем мотоцикла и есть ли вообще такое в твоей жизни? Мотоцикл? Есть, конечно. Мотоцикл в семье уже 5 лет. А сколько у вас один мотоцикл на двоих? У нас один мотоцикл, да. А как вы делите? Сегодня понедельник, сегодня я ожогу. Завтра вторник, снова я. Середа, давай я отдохну. Да нет, мы не делимся, мы его совмещаем. То есть ты все-таки ездишь, обняв мужа сзади, как ты сказала, второй номер, да? Конечно. То есть ты сама особо-то не ездишь? Нет, пока что. Еще в перспективе буду. Ой, так ты начинающая получается еще? Я, да, начинающая. Ну, я, у меня нет прав. Как я могу сесть за руль мотоцикла? Когда сдам на права, тогда... А, да? А когда ты сдашь на права? Этим летом. Так. Удачи тебе. Понятно. Ну и в чем же все-таки заключается главная суть девчонок, которые приходят в это сообщество? Мы поддерживаем своих мужей, мы помогаем им реализовывать свои идеи, которые у них возникают в рамках этого сообщества. Оно ведь заключается не только в том, чтобы просто кататься по городу. У нас есть множество других вещей, которые мы поддерживаем. Мы поддерживаем детский спорт и развиваем его, и спонсируем. Мы участвуем в различных мероприятиях, начиная от прокатов на 9 мая до участия в спортивных крупных мероприятиях по силовому экстриму. То есть мы всегда с ребятами вместе помогаем им, если надо, и билеты попродаем, и если надо, и встанем во время открытия мотосезона на кухню, и будем выдавать еду всем, кто придет на это открытие. А если надо, колесо поменяешь? Да. Хорошо. Все, все, что только пожелает. Приехал наш байкер. Байкер. Электронный. Да. Вопрос введен. Могут ли роботы кататься на мотоциклах? Могут ли роботы кататься на мотоциклах, он спрашивает. Я думаю, что в будущем смогут, пока что, наверное, и нет. Это небезопасно. Понятно. Я люблю большие скорости, максимальная скорость, которую я развивал, была 100 гигабайт в секунду. Так что вам за мной не угнаться. Удачи. Давай. Счастливо. Давай, пока. Слушай, а вот я думал над этим всем вчера, я постоянно думал, чем сегодня. И вот у меня такой вопрос. Вот мужчины же, они когда на байках, они, возможно, наоборот, хотят уехать из семьи и отдохнуть чуть-чуть, нет? А вы и там за ними, получается, нет? Это все по желанию. Если они хотят, они нас приглашают. Мы им же задаем вопрос. Не хотят, не приглашают. Но мы можем встретиться отдельно без них. У нас уже свое сообщество мото-жен. Но вы же без мотоцикла встречаетесь без мотоцикла? И что? Да. Да, мы можем встретиться и без мотоцикла. Смотри, Ренат, у них уже свое, чисто девичьи, да? Конечно. Они же жены, а они там сами байкеры тусят. То есть мы никакого отношения не имеем. Нет, мы отношения не имеем. Попрошу не переворачивать эту историю. Мы и с ними можем провести время. Мы можем и отдельно от них провести время, чтобы не мешать. Вот как весело проводят время некоторые люди. Смотрите, значит, человек пришел в магазин, он умеет хорошо танцевать. Он танцует круто-круто, клево-клево. И тут он такой заходит в отдел, где продают что-то в стеклянной таре. И делает вид, что он танцует. И опа! И что-то уже, да, здесь нет. Мне кажется, он еще больше внимания привлек к этому. И что-то уже больше не стоит на прилавке. Хорошо, как вы развлекаетесь помимо вашего сообщества? Что вы там? Занимаетесь танцами, ездите на горнолыжку зимой. Чем занимаетесь? Мы регулярно устраиваем встречи и на горнолыжную базу. У нас есть свой клаб-хаус. Ну, у наших мужей. И мы там тоже можем проводить время, где мы можем встретиться вместе с нашими детьми и с мотоженами. Просто приятно провести вечер. Либо где-нибудь за чашечкой кофе. Даша, ну скажи, ты же ведь как, не знаю, ты мама или будущая мама, ты же ведь понимаешь, что мотоцикл это такая, ну, небезопасная штука. Вот ты своему ребенку разрешишь кататься на мотоцикле, когда он вырастет? Вот ты скажешь, вот тебе шлем, эй, не надо шлем, или два шлема, ну, в общем. Нет, шлем обязательно, конечно, разрешу. Почему нет? Есть мото-жены, есть мото-невесты. И будут мото-дети, конечно. Мото-дети, хелло-мото. Да. Ну, вообще, ты же понимаешь, да, всегда так говорят. Если кто-то соблюдает правила дорожного движения, то найдется тот, кто забудет про них в какой-то момент. Тебе не страшно будет своего ребенка отпускать на дорогу? Главное, чтобы у него была голова на плечах. И правильно мото-воспитание. Слушай, а как сотрудники ДПС реагируют на мото-жены? Очень позитивно. А как они могут на нас еще реагировать? Мы же такие красивые, очаровательные, сидим вторым номером, иногда первым. Ну, вот смотри, например, есть два варианта, да, едет мото-муж один, и едет мото-муж и мото-жена. Так, отдельно? Да, ну, вдвоем, вдвоем они, да, со вторым номером. Кому лояльнее относятся сотрудники ДПС? То есть, возможно, они там раздвоют, ты еще поулыбаешься в шлеме, да, там не видно? Они ко всем относятся одинаково. Мы все участники дорожного движения, они могут остановить и проверить документы, или что-либо уточнить, как и у одного мотоциклиста, так и у мотоциклиста, который едет за вторым номером. Поэтому все равносильно. Скажи, пожалуйста, а почему вы паркуетесь так, как будто вы целый, не знаю, там, броневик, вот все время возьмут и встанут на одно парковочное место? Как между рядов ездить, так нормально. Вот, да, а тут вот взяли и заняли целое парковочное место. Ну, мы между рядов не ездим, мы ездим правильно. И паркуемся, соответственно. Ну, это единица транспортного средства. Она должна стоять тоже в безопасности, чтобы другие участники дорожного движения ее не задели, не уронили. Как будто бы в уголочек так, чик-чик-чик поставил. Мы иногда ставим. Тебя напрягали, да, недавно? Или тебя закрыли недавно? Да, меня, да, меня постоянно на парковочном месте в доме, где я живу, там ставит девушка мотоцикл, и она ставит его вот, ну, а, я приехала, я же девушка, где хочу, там и паркуюсь. И вот у нее такое положение. Ну, и все сразу же думают, что, ну, там, в шлеме-то что-то не очень много там. Ну, это не про нас. Не про вас, да, это не про нас. А у вас есть ребенок, да? Нет. Нет. А у вас же есть, ну, как... Конечно, у нас... С кем сидит ребенок, когда вторым номером едет мото-жена? У нас есть, безусловно, всегда с нами девушки, которые приезжают на машине, и которые могут не поехать кататься, и не могут, как, взять этот детсад на себя и вместе провести время. Вообще мы стараемся... То есть, ну, сливаете на кого-то, да? Не сливаем, только на своих. Мотаня они у них, да? Да, круто, вообще, на все, что бы ни было. Одна из мото-жен может, да, совмещать сразу же с мото-няней. Расскажи всем, вот, например, Света, да, психанет и решит попасть к вам в клуб. Что для этого надо? Ну, у нас не клуб, не прямо официальный клуб. Ну, ладно, сообщество, сообщество, да, сообщество. Ну, как минимум, нужно, придется найти байкера, Свете. А мне байкер... Короче говоря, так, уважаемые телезрители, мне срочно нужно найти байкера, и тогда мы будем продолжать этот разговор. Да нет, безусловно, вы можете к нам подключиться и с нами поучаствовать. Просто это будет проблематично на прокатах. Но мы тоже сможем договориться с кем-нибудь, кто сможет вас показать. Третьим номером будет, Света? Третьим номером сможет? Нет. Я думаю, это импособл. Еще один видеоролик небольшой о том, как британский молодой человек приспособил всякие штуковины, чтобы белка, проходя вот этот квест, добиралась до орешков. О, как мило. Ну, здесь, да, надо... То есть потом в итоге к британцу пришла белочка, да? Да. Через тернистый путь. Ну, это я о том, как надо быстро, но все-таки безопасно передвигаться, вообще, где бы то ни было, да? Давайте соблюдать правила дорожного движения первым и вторым номером. Ну что ж, Даша, спасибо тебе огромное за то, что ты рассказала всем нам про ваше сообщество. Это, безусловно, интересно. И надеюсь, что к вам сейчас будут приходить много дам вместе с байкерами. Это замечательно. Они специально будут делать у своего мужа байкеры, чтобы к вам попасть. Да можно прийти просто и там найти себе байкер. Там есть свободные байкеры? Есть. Вот и все. Мы, значит, придумаем, чем будем заниматься. Вперед! Заводи, да, железного коня. Спасибо, Даша, что пришла к нам в это утро, украсила. Рассказала много интересного. Давайте ездите, пожалуйста, безопасно и соблюдайте правила дорожного движения. Не наглейте. Паркуйтесь, пожалуйста. Да, они не наглеют, конечно, правильно? Это другие. Бензостровые, да. Спасибо большое. Да, да. Продолжим, друзья, очень скоро. Не переключайтесь. Вернемся сюда в студию. При выборе стоматолога для меня важно, чтобы было не больно. Быстро. Надежно. Красиво. Просто было. Астромед. Доверяя самое ценное. Сотрите из памяти бабушкин метод. Аппаратная процедура. Лазерная биоревитализация. Студия красоты и здоровья «Белла». Лазерная биориевитализация. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Крупный бизнес – партнер для малого. Под таким девизом стартовала одна из сессий бизнес-пикника, прошедшего в минувшие выходные. Спикеры – руководители отделов закупок ряда крупнейших компаний России – «Газпрома», «Лукоэлла», «Сибура» и «Уралкалия». К закупкам у малого бизнеса, круглому бизнесу, прежде всего государству, нужно относиться осознанно, стратегически. По словам президента опоры России Александра Калинина, только госкорпорации в этом году увеличили долю закупок у МСБ до 3 триллионов рублей. Три года назад сумма насчитывала лишь 50 миллиардов. Повышают показатель и частные компании. Так, доля закупок «Уралкалия» у МСБ Пермского края в прошлом году достигла 25% от всех товаров, приобретенных у региональных компаний. Доля этих предприятий, она с каждым годом немножко подрастает, но мы в данном вопросе несколько осторожны, потому что мы не можем позволить себе совершать крупные ошибки и просчеты, потому очень серьезно относимся к квалификации таких участников. Но в целом мы довольны, предложение все-таки растет на рынке. Александр Кульбицкий отмечает, основа для роста МСБ в работе с крупным бизнесом сегодня – это сфера услуг. Для «Уралкалия», к примеру, особенно интересны предложения по строительству и ремонту зданий и сооружений. Еще один тренд – низкая стоимость услуг уступила другим аспектам. Дело в том, что высокотехнологичное предприятие, высокотехнологичное «Уралкалия» и час простоя какого-то оборудования, оно стоит колоссально больших денег. Мы именно этот аспект считаем ключевым. Для «Уралкалия» подобные встречи с малым бизнесом – третья за год. В компании отмечают – в таких живых диалогах пользу находят все. Новости при Камене РБК. Я Рустам Багизов. Здравствуйте. Футбольный клуб «Амкар» не будет заявляться даже в первенстве профессиональной футбольной лиги. Третий по рамку дивизион России. Руководство клуба заявило изданию «Спортэкспресс» о том, что «Амкар» прекращает свое существование. В частности, президент клуба Геннадий Шилов на вопрос издания о заявке в ПФЛ ответил, что решение принято в связи с отсутствием финансирования. И для того, чтобы объем долговых обязательств не рос, работа клуба будет прекращена. Также Геннадий Шилов отметил, что на футболистов «Амкара», контракты которых продолжают действовать, есть спрос со стороны других профессиональных клубов. Ну и добавим, «Амкар» по итогам сезона 2018-2018 годов занял 13 место и в стыковых матчах за право остаться в РФПЛ победил Тамбов. Однако после «Амкар» не прошел лицензирование в РФС. Его место в высшем дивизионе займет клуб «Анжи» из Махачкалы. «Амкар» предложил малому и среднему бизнесу при Каме сконцентрироваться в работе с крупными корпорациями на рынке услуг. Дефицит в предложении особенно явен в строительстве в Соликамске и Березняках, считают в компании. За 2017 год производитель минеральных удобрений заключил более 700 контрактов с региональными компаниями на сумму примерно 23 миллиарда рублей в четверть товаров, закупленного у малого и среднего бизнеса. Почти 20,5 миллиардов потратил «Амкар» на поставку услуг, 14% у МСБ. «Доля этих предприятий, она с каждым годом немножко подрастает, но мы в данном вопросе несколько осторожны, потому что мы не можем позволить себе совершать крупные ошибки и просчеты, потому очень серьезно относимся к квалификации таких участников. Но в целом мы довольны, предложение все-таки растет на рынке». Один из основных резервов роста МСБ в работе с крупным бизнесом Александр Кульбицкий назвал сферу услуг, в частности с «Уралкалием» по строительству, ремонту зданий и сооружений. Но компания привела свои данные по объемам контрактов в этом сегменте. За 2017 год малые и средние компании выполнили работу по капстроительству на миллиард рублей. Это порядка 18% от всех контрактов в этом направлении. МСБ заключило контрактов на ремонт зданий и сооружений на 360 миллионов. Это более третье от общего числа контрактов с малым бизнесом. Пермский край вошел в топ-10 регионов России с наибольшим количеством мототехники. На 40 человек населения приходится один зарегистрированный мотоцикл в Прикаме. Согласно данным автостата, самый большой парк мототехники сосредоточен в Краснодарском крае. Здесь зарегистрировано около 5% всех мотоциклов страны, 113 тысяч штук. Далее Приморье, Башкирия и Саратовская область, перешагнувшие 100-тысячный рубеж. Российская столица на седьмом месте. Ну а Пермский край замыкает топ-10. На 1 января здесь зарегистрировано 63,5 тысячи единиц мототехники. В остальных регионах нашей страны числится менее 60 тысяч. Эксперты автостата отмечают, что российский мотопарк является очень старым. 90% всех мотоциклов в стране старше 15 лет. Во многом это связано с тем, что основу данного парка составляет техника, выпущенная еще в советский период. Каждый третий мотоцикл в стране относится к марке Иш, каждый седьмой это Урал, ну а каждый десятый – Восход. Всего же на долю отечественных марок приходится 80% или почти 2 миллиона единиц мототехники. Цены на дизельное топливо в Перми вплотную приблизились к отметке в 45 рублей. Об этом отчитался Росстат. За неделю литр солярки подорожал на 73 копейки. Сейчас литр этого топлива в Перми обойдется в 44,89. За две недели дизель подорожал уже больше, чем на рубль. Бензин отстает лишь немного. В Перми за неделю цены выросли почти на полрубля. В Кривом центре в среднем литр топлива теперь стоит 43,87 рубля. За две недели рост уже почти на рубль, говорит Росстат. Стоимость топлива в Перми по-прежнему остается выше среднероссийской. В Привожском округе Пермь заняла первую строчку в рейтинге. В соседней Уфе отмечена самая низкая стоимость на нефтепродукты. Вместо горячей воды ржавая жидкость. Жители дома по Ветлушской 62 еще задолго до отключения горячей воды перекрыли с ней краны. В проблемах разбиралась наша съемочная группа. С 11 мая жители по адресу Ветлушская 62 вместо чистой горячей воды получают из крана смесь бурого цвета. Виной тому, по словам председателя ТСЖ, банальная коррозия труб горячего водоснабжения. Казалось бы, обычный бытовой вопрос решить не получается. С начала мая ответственного найти не могут. Часть теплотрассы в ведении РЖД, другая на балансе муниципалитета. Как раз на второй, по предварительному анализу, и находится проблемный участок. Методом исключения пришли к тому, что причина все-таки вот именно в этой трассе, а не в том, что, как нам изначально говорили, что у нас засорены дома, и что вот это циркулирует все с домов. Поэтому получилось-то так, что вот сейчас уже вот вы видели, да, тот кусочек трубы, который все-таки, на что мы, сделав кучу анализов, пришли к тому, что все-таки нам все специалисты сказали, что ищите проблему в железной трубе. Заявление от жителей администрация Дзержинского района получила 15 июня. Тогда же организовали комиссию. Таким качеством пользоваться, безусловно, нельзя. Георгий Володимирович, вы можете что-то сказать по срокам? По срокам не скажу. Все зависит от администрации. Этими словами представители РЖД ограничились и в ходе собрания. По словам администрации, интересующей всех участок трубопровода, принадлежит РЖД. В департаменте ЖКХ также сроков решения проблемы назвать не смогли. Мы сейчас соберемся либо в администрации Дзержинского района, либо на площадке департамента со специалистами, которые, может быть, сталкивались с такой проблемой. Чтобы решить вопрос, самое главное, улучшить качество. А пока идут совещания, жителям домов по Ветлушской остается греть холодную воду дедовским способом на плитах. И так уже на протяжении полутора месяцев. А в начале июля четыре многоквартирных дома ждет очередное. На этот раз плановое отключение горячей воды. Пока это все. Оставайтесь на РБК. Привет, Пермь. На канале РБК Пермь у нас продолжается коктейль Молотова. Доброе утро каждому и прекрасного настроения. Сегодня вторник у нас, двадцатая, девятнадцатая? Девятнадцатая. Это важный день. Здесь у меня должны быть усы же, ведь усы надежды должны быть. Сегодня ведь замечательный день. Усы Светланы должны быть, а не надежды. Точно, и у тебя свои усы. Ну, это для того, чтобы наши победили сегодня во время игры с египетской сборной, да, Вить? Да. Что еще у нас? Хорошая, замечательная погода, плюс 21 градус. Общая синоптики, мне кажется, будет больше. Это прекрасно. Будет больше, да, будет больше, теплее, светлее. Мне кажется, очень скоро начнется, Ренат, вот это. Ой, задолбала жара, сколько можно вообще? Да, тополинный пух, фу-фу-фу-фу, да. Вообще, сколько можно? Когда уже будет прохладно, вот всегда найдут. Но идет такой человек, который так будет ныть. Смотри, у меня коты. Коты. И коты не зря, коты не просто так. По какой причине коты? А потому что в Перми будут проходить свидания, да? Быстрые свидания с котиками. Быстрые. Да, в Перми впервые пройдут быстрые свидания с котиками. Мне кажется, если я третий раз скажу, все равно так же мило будет. Мне кажется, не имеет значения, сколько раз ты скажешь про котов. Это всегда самое вообще восхитительное, что можно придумать. Давай пока расскажу, может быть, про это пока. Расскажу. Давай, смотри. Вдруг кому-то интересно быстрые свидания с котиками. Это реальные котики, не просто там какие-то красивые. Ты быстро будешь рассказывать про быстрые свидания с котиками? Быстрые. Я промяукаю быстро. Давай. Промурлыкаю даже. Смотрите. Каждый сможет побывать на 50 мини-свиданиях с котиками по 5 минуточек только. На которых волонтеры приюта Матроскин расскажут историю котика. А у каждого котика есть своя история. Так что, пожалуйста, приходите. Котик сам не будет рассказывать про свою историю. Да. Также трогательные особенности каждого подопечного. Мур-мур-мур. Мяу-мяу-мяу. Да. Кстати, да, что касается ответов на наши вопросы, да, позволь про Мур-мур. Да, давай, рассказывай. Вопрос у нас был, что для вас идеальное утро? Да. Иван Муравьев сказал, что каждое утро для него идеальное, потому что он ловит дзен. Ирина говорит, в горах чем выше, тем лучше, потому что природа наполняет хороший ресурс для восстановления. Но каждое утро в горы не отправишься ведь, или бы там жить надо, да? Ну да. Вот. Сергей пишет, для меня хорошее утро, это когда я выглядываю в окно, на улице хорошая погода, беру свою собаку, бегу по Балатовскому парку. Да, вот так. И повезет. Беру по Балатовскому парку от белок. Так. А Наталья Кайгородова говорит, что на даче хорошо. Все, говорит, будут спать. Я скоро зашли. Все будут спать, а я пойду и буду читать с утра пораньше. Ой, что-то не то закрылось. О, где мои все надписи-то, которые были здесь, да. В общем, все спят, говорит, а я пойду книгу буду читать с утра пораньше. Тоже неплохо, да? Книгу о том, как просыпаться хорошо. Да, ну еще идеальное утро в тишина, когда никто не мешает и не будет. Большинство из наших телезрителей ответили примерно таким вот образом. Но кто-то вот любит радио слушать, кто-то любит включать РБК Пермь с утра пораньше. Я думаю, что все любят включать РБК Пермь, особенно с 7 до 8. Прям ждут каждое утро. Мне кажется, ну, я надеюсь, что люди просыпаются в 6 утра, чтобы дождаться, чтобы не пропустить нашу передачу. Это же Илья. Хорошее начало дня, мне кажется. Еще обязательно сегодня будет очень много новостей полезных, важных. И мы снова будем листать ленту вместе с вами, расскажем еще что-нибудь забавное. Интересно, котики у нас будут. Обещаю, что будут пермяки и будут маленькие панды еще. Маленькие гигантские панды. Маленькие пермяки. Нет. Давай я расскажу, знаешь что? Вот такую новость я прочитал буквально с утра, и меня это очень... Я даже не знаю, как на это реагировать. В общем, секс-роботов научили отказывать сексе. Что я не знаю, что делать с этой новостью, потому что, ты понимаешь, да, то есть их создавали ради того, чтобы... Они не отказывали. Не отказывали. А сейчас, видите ли, там обидели ее, или там настроение может не то, или, не знаю, голова там болит. Не знаю, не знаю, как с этим жить. Что-то к нам еще, да, предыдущий? Он же еще покажет. Ну, мне кажется, после такой новости он... Да, обидится? Да. Почему? Откажет просто. Он будет солидарен, и просто, раз надо отказывать, он будет отказывать. Нет, он вернется к нам не обязательно. Лента.ру это все сообщает. Создатели уверяют, что на теле куклы установлены специальные датчики, которые могут распознать слишком агрессивные или слишком неуважительные прикосновения. Неуважительные, это что? Я не знаю. Ткнуть пальцем или палочкой. Ты живая вообще, нет? Так что, друзья, наверное, это хорошая новость. То, что это нельзя так просто. Что это далеко, что это не у нас. Что не у нас, и не скоро, надеюсь, у нас это появится. Ну, а мы переходим к хорошим новостям от РБК Пермь. Смотрим. Утренние новости на РБК. В студии Рустам Багезов. Здравствуйте. Блумберг рассказал о новых возможных параметрах сделки ОПЕК+. Несмотря на заявление Ирана о планах наложить вето на предложение об увеличении текущих квот, остальные участники соглашения допускают возможность смягчения условий и, соответственно, увеличения добычи нефти. Согласно обсуждаемому проекту, ОПЕК+, как рассказали собеседники агентства, ближайшие несколько месяцев может увеличить добычу нефти в пределах от 300 до 600 тысяч баррелей в сутки. 16 июня намерение предложить ОПЕК+, временно поднять нефтедобычу на полтора миллиона баррелей в сутки, выразил глава российского Минэнерго Александр Новак. Подобную инициативу Москва, по его словам, собирается выдвинуть вместе с Риадом. Причиной назывался растущий спрос в третьем квартале года, и что как раз на это время необходимо увеличить добычу. Иран, Ирак и Венесуэла заявили, что собираются наложить вето на предложение России и Саудовской Аравии. Несмотря на это, остальные страны, члены соглашений и не входящие в договор государства, как отмечают источники Блумберг, настроены оптимистично относительно возможного смягчения квот, однако на меньший объем, чем планируют Россия и Саудовская Аравия. Вопросы о возможном смягчении квоты в рамках ОПЕК+, стороны обсудят на встрече в Вене 22 июня. Пока ситуация привела к падению цен на нефть, аналитики отмечают, что такое давление может продлиться всю неделю. Это также выступает основным негативом для рубля, нивелируя плюсы налогового периода. Президент Владимир Путин не принимает участия в обсуждении пенсионной реформы. Об этом заявил журналистом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Также он отметил, что после внесения законопроекта в Госдуму, инициативу рассмотрят эксперты Нижней Палаты парламента. Президент в этом обсуждении не задействован. На вопрос, сможет ли Путин внести поправки осенью, Песков ответил, что президент хоть и получает информацию в ходе обсуждений, но ни он, ни его администрация не являются участниками экспертной группы. Кроме того, Песков отмечал, что обещание главы государства не повышать пенсионный возраст в рамках своего президентства, который тот давал во время прямой линии в 2005 году, уже не соответствует произошедшим в мире с тех пор изменениям. Кабмин предлагает реализовывать реформу поэтапно в течение последующих 15 лет. Срок выхода мужчин на пенсию повысится до 65 лет, женщин до 63. Законопроект примут уже в сентябре этого года. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Но вот профсоюзы тем временем предложили уменьшить планку выхода на пенсию для женщин до 60 лет. Эксперты выступили против реформы в ее действующем виде. Поддержали мнение также профсоюзы врачей и учителей. Они предостерегают, что изменение существующего стажа для учителей может привести к еще более существенному дефициту кадров в образовании. Но работники могут выйти на забастовку. Врачи же говорят, что повышение пенсионного возраста может оказаться на качестве работы. Действовать в профсоюзах намерены уже после решения Госдумы, а также президента. Документ должен пройти еще несколько этапов. Ну и напомним, озвученный законопроект, по словам главы правительства, должен привести к ежегодному росту пенсии на 1000 рублей. В 2030-му по оценке Минфина средняя пенсия в стране достигнет отметки в 20 тысяч рублей. В следующем году 12 тысяч. А петицию против реформы, кстати, за первые трое суток подписали порядка полутора миллионов человек. Цены на бензин на некоторых АЗС в последнее время начали снижаться. Такую тенденцию зафиксировали в Московской топливной ассоциации. К началу прошлой недели литр бензина сбросил 5 копеек, отмечают в ассоциации. Такая заморозка связана с договоренностями между нефтяниками и правительством. Компании пошли на сдерживание цен после решения по снижению налогов. Тем не менее, затишье, как им бы оно не было долгим, все равно рано или поздно закончится, говорят в Российском топливном союзе. В 2024 году отменят экспортные пошлины и дефицит бензина в стране добавит литру бензина. Еще 10-15 рублей, уверены аналитики Союза. Компания Google инвестирует 550 миллионов долларов в китайский интернет-магазин JD.com. Конкурентом маркетплейса AliExpress об этом сообщает агентство Reuters. По оценкам экспертов, компании инвестиции помогут расширить партнерские отношения, включая продвижение товаров в JD в торговом сервисе Google. Поддержка также поможет интернет-магазину выйти за рамки рынка Юго-Восточной Азии и Китая и увеличить свое присутствие на европейском и американском рынках, считают в Google. Добавим, среди россиян JD является второй по популярности площадкой с китайскими товарами, согласно данным Mediascope. JD.com – это классический интернет-магазин с собственными складами и товарными запасами, не маркетплейс наподобие AliExpress. Это все новости к этому часу. Спасибо, что выбираете РБК. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Новый пермский бизнес на пикнике. Порядка 2500 человек, по словам организаторов, под свои гиды собрала региональная опора России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Возможности города вместе с властью обсудили представители креативной индустрии. Среди них организаторы фестивалей, основатели собственных брендов одежды, создатели пекарен и другие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Это огромный потенциал для того, чтобы города стали лучше, чтобы молодежь наша, которая вырастает в городах, находила себя здесь, в том числе и как в бизнесе, в креативной сфере. И очень много сегодня было разговоров о том, что когда власть делает очень грамотные планировки, создает пространство, то малый бизнес его заполняет. Он заполняет своей энергией, своим капиталом. Только за 2017 год край оказал поддержку 18 тысячам малых и средних компаний. В правительстве отмечают, МСБ может сыграть ключевую роль в проектах по изменению городов и созданию в них комфортных средств. Дорогие наши телезрители, коих, я надеюсь, у нас огромное количество. Мы продолжаем передачу «Коктейль Молотова» на часах 7.45, за окном 21 градус. И это прекрасно, это прекрасно. Днем будет 21 градус, сейчас 13 только. Я не знаю, я считаю, что за окном уже 21 градус, все. Если что, днем будет тоже 21. Для меня сейчас, у меня в душе 21, и мне тоже в душе 21. Очень хорошо, да. Друзья, хочется сказать, что сегодня у нас проходит интерактив со зрителями, которым вы писали, и это все можно делать знаешь где? В социальных сетях, ВКонтакте, в Инстаграме, в Фейсбуке и, возможно, даже для кого-то в Одноклассниках. Я не признаюсь этого слова. Смотри, что происходит в мире. В Китае родилась пара больших панд. Ну, гигантские панды. Посмотрите, насколько они гигантские. Маленькие, гигантские панды. Вот такие вот лапусечки. Это, ну, великое счастье для китайского народа, когда рождаются панды, потому что все их очень любят. Они прям кумиры, и за ними сейчас, естественно, следят все. Даже мы, даже зрители РБК Перми. Я залип сейчас на панды. Да, разлипни, пожалуйста, Ренат. Я от тебя жду еще какой-нибудь интересной новости, как и все наши телезрители. Да. Мы такой новости тогда перейдем. Это не про панд и далеко не про панд. Это про ФСБ. Да ладно. Ну-ка, очень серьезная тема. Ну-ка, ну-ка, давайте аккуратно. ФСБ отказалось выдать сборной Хорватии велосипеды для тренировок. Серьезная новость из соображений безопасности. Потому что кто знает, куда уедут эти хорваты. Вдруг они поедут. Куда они могут? Я не знаю. Вдруг они вот на Крахалях нам приедут на своих велосипедах. Смотри, как на Крахалях. И уедут без велосипедов, правильно? Вообще. Вот. Не, надо аккуратно с велосипедами. Это вообще отдельная история. Да? Да. Смотри, пермики как умеют за то. Вот, чисто по-пермски, вот так вот выезжать по городу. Ну, на Крахалях, наверное, снято. Да почему на Крахалях? Мне кажется, это, подожди, это же выезд куда-то, по-моему, из-за пруда. Ну, не важно, где это, главное, как он это делает. Очень хорошо, красиво. Он же, ну, не нужен никакой кондиционер. Просто садишься наверх и едешь, куда глаза глядят. А вот и едет наш электронный друг подъезжает к нам. Твой электронный друг – это калькулятор, а я вершина IT-технологий. Вот мой вопрос на завтра. Какое у вас любимое место в Пермском крае? Ну, хороший вопрос, хороший вопрос, да, хоть ты и сегодня не очень вежлив с нами, в первую очередь со мной. Ладно, ну, как он... До завтра. Я поехал загорать, пока это возможно. А то я совсем белый. Давай, да, загорай. Не сгори, машь себя сметаной. Да, обязательно в воду не заходи, обязательно берегись. Конечно, тебя спасатели спасут, но ты нам очень дорог, да, конечно. Давай повторим вопрос. Ну, про Кагаля заговорили, да, видимо. Какое ваше любимое самое место в Перми или Пермском крае? Где вам очень нравится находиться? Где у тебя? Ну, у меня на набережной или по ту сторону на пляже я люблю. Мне очень нравятся вот эти деревянные наши понтоны такие. А дальше ты не выезжала, получается, в Перми? Может, где-нибудь Красновишешск, Гайны, может быть? Может быть, кукуштанчик хотя бы родной наш. Не бывало, не бывало. Слушай, мне точно нужен байкер, чтобы он меня везде прокатил, да? Нельзя тебя в Гайны оставить там, будет приезжать иногда к тебе, и все. Время от времени кормить там, и то хорошо. Хорошо, давайте посмотрим, что еще есть в этом мире. Слушайте, в России же, в России отмечается снижение цен на бензин. Ну, это же круто, это круто, да. То есть сначала, ну, ненамного, конечно, на 3 копейки только. Реально на 3 копейки? Ну, вот написано, да, в период с 11-го 15-го июня на 3 копейки. Но это же уже какая-то тенденция, смотри. Это же уже отрицательная по отношению к бензину. Они специально подняли повыше, чтобы вот потом чуть-чуть снизить, и все-таки прикольно, наконец-то все пошло хорошо. Мне кажется, с пенсионным возрастом будет так же. Сейчас они подняли до 65 у мужчин. Потом скажут, ладно, 64 с половиной выходите. И мы такие, круто, круто, да. Ну, и порадуемся, да. И НДС та же самая. До 19 опустят, и все радуются. Давай уже нормальный, да, не то, что вот ты наговорил нам. Хорошие и правильные новости послушаем от наших журналистов и корреспондентов канала РБК Перь. Вернемся скоро. Новости при камене РБК. Я Рустам Багизов. Здравствуйте. Футбольный клуб «Амкар» не будет заявляться даже в первенстве профессиональной футбольной лиги. Третий по рамку дивизион России. Руководство клуба заявило изданию «Спортэкспресс» о том, что «Амкар» прекращает свое существование. В частности, президент клуба Геннадий Шилов на вопрос издания о заявке в ПФЛ ответил, что решение принято в связи с отсутствием финансирования. И для того, чтобы объем долговых обязательств не рос, работа клуба будет прекращена. Также Геннадий Шилов отметил, что на футболистов «Амкара», контракты которых продолжают действовать, есть спрос со стороны других профессиональных клубов. Ну и добавим, «Амкар» по итогам сезона 2018-го годов занял 13-е место и в стыковых матчах за право остаться в РФПЛ победил Тамбов. Однако после «Амкар» не прошел лицензирование в РФС. Его место в высшем дивизионе займет клуб «Анжи» из Махачкалы. «Уралкали» предложил малому и среднему бизнесу «Пряками» сконцентрироваться в работе с крупными корпорациями на рынке услуг. Дефицит в предложении особенно явен в строительстве в Соликамске и Березняках, считают в компании. За 2017 год производитель минеральных удобрений заключил более 700 контрактов с региональными компаниями на сумму примерно 23 миллиарда рублей, четверть товаров закупленного малого и среднего бизнеса. Почти 20,5 миллиардов потратил «Уралкали» на поставку услуг, 14% – у МСБ. Доля этих предприятий, она с каждым годом немножко подрастает, но мы в данном вопросе несколько осторожны, потому что мы не можем позволить себе совершать крупные ошибки и просчеты, потому очень серьезно относимся к квалификации таких участников. Но в целом мы довольны, предложение все-таки растет на рынке. Один из основных резервов роста МСБ в работе с крупным бизнесом Александр Кульбицкий назвал сферу услуг, в частности с «Уралкалием» по строительству, ремонту зданий и сооружений. Но компания привела свои данные по объемам контрактов в этом сегменте. За 2017 год малые и средние компании выполнили работу по капстроительству на миллиард рублей. Это порядка 18% от всех контрактов в этом направлении. МСБ заключило контрактов на ремонт зданий и сооружений на 360 миллионов. Это более третье от общего числа контрактов с малым бизнесом. Пермский край вошел в топ-10 регионов России с наибольшим количеством мототехники. На 40 человек населения приходится один зарегистрированный мотоцикл в Прикаме. Согласно данным автостата, самый большой парк мототехники сосредоточен в Краснодарском крае. Здесь зарегистрировано около 5% всех мотоциклов страны, 113 тысяч штук. Далее Приморье, Башкирия и Саратовская область, перешагнувшие 100-тысячный рубеж. Российская столица на седьмом месте, ну а Пермский край замыкает топ-10. На 1 января здесь зарегистрировано 63,5 тысячи единиц мототехники. В остальных регионах нашей страны числится менее 60 тысяч. Эксперты автостата отмечают, что российский мотопарк является очень старым. 90% всех мотоциклов в стране старше 15 лет. Во многом это связано с тем, что основу данного парка составляет техника, выпущенная еще в советский период. Каждый третий мотоцикл в стране относится к марке Иш, каждый седьмой это Урал, ну а каждый десятый – Восход. Всего же на долю отечественных марок приходится 80% или почти 2 миллиона единиц мототехники. Цены на дизельное топливо в Перми вплотную приблизились к отметке в 45 рублей. Об этом отчитался Росстат. За неделю литр солярки подорожал на 73 копейки. Сейчас литр этого топлива в Перми обойдется в 44,89. За две недели дизель подорожал уже больше, чем на рубль. Бензин отстает лишь немного. В Перми за неделю цены выросли почти на полрубля. В краевом центре в среднем литр топлива теперь стоит 43 рубля 87 копеек. За две недели рост уже почти на рубль, говорит Росстат. Стоимость топлива в Перми по-прежнему остается выше среднероссийской. В Приволжском округе Пермь заняла первую строчку в рейтинге. В соседней Уфе отмечена самая низкая стоимость на нефтепродукты. Вместо горячей воды ржавая жидкость. Жители дома по Ветлушской 62 еще задолго до отключения горячей воды перекрыли с ней краны. В проблемах разбиралась наша съемочная группа. С 11 мая жители по адресу Ветлушская 62 вместо чистой горячей воды получают из крана смесь бурого цвета. Виной тому, по словам председателя ТСЖ, банальная коррозия труб горячего водоснабжения. Казалось бы, обычный бытовой вопрос решить не получается. С начала мая ответственного найти не могут. Часть теплотрассы в ведении РЖД, другая на балансе муниципалитета. Как раз на второй, по предварительному анализу, и находится проблемный участок. Методом исключения пришли к тому, что причина все-таки именно в этой трассе, а не в том, что, как нам изначально говорили, что у нас засорены дома, и что вот это циркулирует все с домов. Поэтому получилось-то так, что вот сейчас уже вы видели тот кусочек трубы, которые все-таки, на что мы, сделав кучу анализов, пришли к тому, что все-таки нам все специалисты сказали, что ищите проблему в железной трубе. Заявление от жителей администрация Дежинского района получила 15 июня. Тогда же организовали комиссию. Таким качеством пользоваться, безусловно, нельзя. Георгий Владимирович, вы можете что-то сказать по срокам? Срокам не скажу. Все зависит от администрации. Этими словами представители РЖД ограничились и в ходе собрания. По словам администрации, интересующей всех участок трубопровода, принадлежит РЖД. В департаменте ЖКХ также сроков решения проблемы назвать не смогли. Мы сейчас соберемся либо в администрации Дежинского района, либо на площадке департамента со специалистами, которые, может быть, сталкивались с такой проблемой, чтобы решить вопрос, самое главное, улучшить качество. А пока идут совещания, жителям домов по Ветлушской остается греть холодную воду дедовским способом, на плитах. И так уже на протяжении полутора месяцев. А в начале июля четыре многоквартирных дома ждет очередное. На этот раз плановое отключение горячей воды. Пока это все. Оставайтесь на РБК. Молотова, здравствуйте все. Чудеснейший вторник, 19 июня. Сегодня за окном сейчас 13 градусов. В течение дня столбик термометра поднимется до отметки в плюс. 21. Возможно, гроза небольшая, но это где-то так. Но это не точно. Но это не точно, да. Абсолютно точно, что 23 июня в экстрим-парке Ферми пройдет второй межрегиональный фестиваль дворового спорта. Откроет его Ирина Роднина. В общем, если ты, Ренат, умеешь перетягивать канат, хотя ты же не ребенок уже, если школьник. Да, если вы школьники и у вас есть двор, то дворовой спорт для вас. Да, ну там футбол, что еще? Баскетбол, конечно же. Вот и перетягивание каната мне очень нравится. Я ни разу во дворе у себя не играл в перетягивание каната. Перетягивание машины чьей-то. Перетягивание парковочного места, мне кажется, это более частый вид спорта. Но это для взрослых, а тут все-таки дети. Наше все, наше солнышко. Ну и несколько лайфхаков перед тем, как мы закончим. Смотрите, есть такой лайфхак, как не спать всю ночь, если это очень надо. Во-первых, избегайте ритуалов, связанных со сном. То есть если, ну ритуалы, берете курицу, да, вот там что-то с ней. Ну в общем, избегайте ритуалов, если вы начинаете залипать. Я уж поверила, курицу нельзя в постель с собой брать, думаю. Это для мужчин такой лайфхак, да, не берите с собой в постель курицу, потому что, ну, уснете с ней, конечно же. Не переедайте, да, легкий голод не даст вам уснуть, потому что организм заряжен на то, чтобы вы искали себе пищу. То есть вместо того, чтобы там заниматься какой-нибудь там докторской, вы начинаете искать пищу. Где у меня пища? Выбирайте правильную одежду, да, то есть, чтобы было неудобно спать мне, понимаешь? То есть какую-то там, я не знаю... Робу. Да, Робу, Леди Гага, вот знаешь, там в мясе, когда ходила, тоже, ну, неудобно в мясе спать, все понимают, поэтому... Поэтому, да, избегайте диванов и кроватей, так что, если вы не хотите спать, то лучше в Икею там или в другие мебельные магазины не ходить. Ну это как раз специально, Ренат, вот мы говорим для всех тех, кто вот сейчас просыпается и не знает, ну как же мне взбодриться? В общем, если хочется взбодриться, то вот этого всего не надо. Если хочется взбодриться, то смотрите передачу «Коктейль Молотова», потому что это лучшее начало дня, по крайней мере, мы так считаем. Ты взбодрилась? Да, я очень взбодрился. Уважаемые телезрители, пожалуйста, заходите в наши соцсети, Инстаграм, Контакт, Фейсбук, отвечайте на сегодняшний вопрос. Ваше любимое место в Перми и Пермском крае, завтра самые интересные варианты ребята читают в эфире. Да, были очень рады сегодня вести для вас передачу «Коктейль Молотова», завтра с 7 до 8 также будем вместе с вами. Сегодня в студии была прекрасная Светлана Шостакова и не менее прекрасный Ренат Садинов. Всем счастливо, отличного дня, пока, увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова